Слушайте, вы думаете, вот это все? Это все шарфы и палантины? Тогда вы ошибаетесь. И вот посмотрите, как сейчас это будет с курткой. Хоп! И посмотрите, как этот шарф освежает. Привет, девочки! И сколько там процентов мальчиков, которые меня смотрят? Ну, мальчики можете сегодня остаться, если вас интересуют девочки, которым не только за 40, но и, в общем-то, уже фактически за 50. Что там скрывать? Нечего уже скрывать. Сегодня речь пойдет о моде. Причем такая, знаете, осенняя уличная мода. Кстати, вот сейчас белые кроссовки просто в тренде. И сейчас, наверное, для того, чтобы все это было на мне как-то более гармонично, я одену белые кроссовки, и мы с вами начнем примерку. Но сегодня я хочу рассказать именно не о верхней одежде, а я хочу вам рассказать о том, что я балдею от разных палантинов и шарков. У меня их великое множество. У меня есть шарфики тоненькие для теплой погоды. У меня есть шарфики такие уютненькие для погоды где-то, ну, как раз сейчас, конец октября. У меня есть очень теплые вязаные шарфы, когда на улице морозится. Ну что, задела. Раз, два, три. На ножках появились кроссовочки. Так, кроссовочки у меня появились. Я вам скажу, что джинсы у меня не совсем модные, потому что, в общем-то, сейчас очень модно джинсы короткие или брюки такие короткие. Поэтому я здесь подвернула. При этом нога вот в таких кроссовках смотрится лучше. Слушайте, вы думаете, вот это все, это все шарфы и палантины? Тогда вы ошибаетесь. Это то, что вот я сейчас вытащила, вот ближайшее, что здесь лежало. Если я сейчас порой из коробок, то, в принципе, я найду еще. И очень хорошо это все демонстрировать именно с верхней одеждой. Поэтому я сейчас приоденусь. Верхняя одежда может быть разная. Ну вот, например, у меня есть такая кипельно-белая курточка с таким вот высоким вот воротничком. Сейчас еще покажу. Вот еще курточка на самую такую, знаете, не холодную погоду. Она вообще идет без воротника. Поэтому вот здесь вот к этой куртке 100% нужен какой-то красивый шарф. Вот такое пальто. Я его показывала в предыдущих видео. Оно с капюшоном. И казалось бы, что оно само по себе уже, в принципе, хорошо. Но я вам скажу, что здесь тоже возможно сделать очень красивый палантин, шарф. И даже для этого вот такой капюшон не будет помехой. И вот мы с вами дошли уже до зимнего такого вот образа. Это очень теплый. У меня такой пуховик. Причем он легкий, невероятно. И у него есть отличный капюшон. Но я его ношу тоже с хорошим шарфом. Потому что он начинает выглядеть намного лучше, чем без него. Хотя, в принципе, я считаю, что капюшон это тоже украшение. Сейчас еще покажу вам пальто такого классического типа, которое тоже можно украсить шарфиком. Вот посмотрите, пальто. В принципе, знаете, такая как бы, ну, скажем так, бабская классика. Правда, вот с джинсами и с кроссовками она уже приобретает это пальто. Какой-то немножко другой, скажем так, оттенок, более модный. Я его взяла, потому что мне очень сильно понравился здесь воротник. И долго я как-то думала, ну, ну, что это, вот как мне с этим воротником? Что мне с ним, как, как вообще его носить? И сначала как-то я его даже редко носила. Но потом я решила, что я этот воротник не буду застегивать до конца. Что я этот воротник, в принципе, он вот тут вот застегивается на крючке. И даже вот такая штучка завязывается. В принципе, как бы уже кто-то скажет, а зачем здесь какой-то палантин, когда вот так вот уже и, в принципе, все уже хорошо. Не буду застегивать до конца. Но я вам покажу, как здесь можно навязать очень красивый платок. И образ будет более законченным. А пока я сейчас переодеваюсь обратно в эти вещи и буду вам демонстрировать, как те же самые образы уже будут более красивы, с большими красивыми палантинами. Посмотрите, пожалуйста, какая у меня есть вещичка. Классная, да? Это такая детская игрушка. Лошадка. И пока я там переодеваюсь, да, там пока, подождите, я там одеваю куртки, я вам покажу такую красоту. Это интересная игрушка. Такая, знаете, вот это называется икиния. Это сказочный мир, в котором вот живут такие клевые пони, феи. Потому что таких пони, насколько я помню, 12 штук. То есть 12 видов пони, причем все они разные. И представляете, как будет ребенок радоваться, когда будет открывать вот такую классную коробочку, которая, как оказывается, в принципе, еще и домик для этого пони. И там внутри этого домика очень много разных, разных вот таких вот аксессуаров, игрушечек. Ну что, посмотрим, что же нам досталось. Кстати, я ее обязательно оставлю. Думала как-то раздарить, подарить, но думаю, что я ее оставлю для своих будущих внуков. Дурнее, вот как сказать, видите, розовый домик, я очень нацелена на внучку. Нет, ну прикидывайте, я долго никак не могла понять, как это открыть. Ну, конечно, вот это замочит. Вот сейчас прям на ваших глазах все происходит. Потому что я первый раз сама все вижу. Ой, елки-моталки, а где тут? Ну, крылья, крылья уже есть. Это я не знаю, что такое. Может быть, какое-то седло или шапочка. Сейчас мы откроем остальное и посмотрим. А где же пони? Ой, какие сундучки есть, елки-моталки. А там что-то лежит. И здесь, смотрите, какая-то эта штучка. Сейчас мы все раскроем. Слушайте, ну это вообще, конечно, я как маленький этот товарищ. И вот, посмотрите, какая уже красотка, какая красотка. Только была совершенно другая, а стала красотка. А нам попалась, вот, наверное, ее зовут Ия. Вот написано, видите, сейчас наведет Изя. Назовем ее Изя. И я очень надеюсь, что вот эта вот грива и хвостик светятся в темноте. Мне так кажется, что вот сейчас свет светит, и это дело набирает свет. И сейчас мы выключим свет и что-то увидим. Давайте попробуем. Я на очень на это надеюсь. Нет, мне кажется, что светится вот эта вот, там говорят, татуировка. Потому что у некоторых светится хвост и грива, у некоторых татуировка. А может быть, она светится в холодной воде. Сейчас я попробую в холодную воду ее пустить. Ой, вообще. Слушайте, ну я сейчас уже играюсь, уже 12-й час, я все играюсь. Я все хочу посмотреть, что светится. Потому что светится или под холодной водой, или когда набирает свет. Ну вот, или вот эти вот как бы гривы, или может быть вот эта татуировка, или может быть вот этот хвост и тоже гривка такая. Не знаю. Так что имейте в виду, это классный очень подарок девочке. И ссылка на эту классную игрушку будет под видео. Я очень люблю синий цвет, так как, в принципе, я в джинсах. И я обожаю вот этот палантин. Он очень интересный, тонкая такая легкая ткань. Но всю красоту здесь дает именно вот эта вот серебряная такая вот полоска. Вот такой палантин. Видите, он даже тонкий, просвечивающий. И вот посмотрите, как сейчас это будет с курткой. Хоп! Ну вот, посмотрите, я не очень заморачиваюсь, как его подвязать, этот палантин. Вот так красиво он выглядит. Причем вот эта вот серебряная полоска, она именно дает очарование. И вот, посмотрите, образ совсем уже другой. Ну, такой спортивный, да? Обожаю вот этот вот шарф. Это не палантин, это просто шарф. Посмотрите, какая у него классная расцветка. Он очень теплый. И, в принципе, эта куртка выдержит где-то такой какой-то небольшой минус, если я туда одену джимпирог. И можно даже где-то погулять вот так вот выйти погулять, в принципе, в парке. И как, посмотрите, как этот шарф освежает. Так как это очень теплый такой вариант, и, в принципе, сейчас модно именно вот здесь вот очень много навязывать, потому что можно, например, ходить без шапки. И вот, в принципе, вот это все будет закрыто, уши тоже будут закрыты, шея закрыта, и вам будет очень тепло. Вот, смотрите, совсем другой образ уже этой же курточки. Правда? Классный шарфик, причем он очень мягкий и приятный. У меня есть очень классический такой вот шарф, палантин. Вот такой. Он тоже тонкий, но он очень красивых сейчас модных, таких вот пыльных цветов. Посмотрите, какой классный, да? Притом, как бы, такое сочетание серого и нежного такого пыльного розового дает очень классное, дает очень классное сочетание. Давайте попробуем его. Я его очень люблю и ношу постоянно. Ну, тоже померим же с этой курточкой. Хоп! Тоже не будем сильно заморачиваться, как навязывать этот шарф, за счет того, что у него несколько вот таких оттенков. Это выглядит достаточно симпатично. И он, в принципе, такой, знаете, к любому образу. Я его могу потом померить еще и с другой одеждой. Есть у меня такой шарф. Я, честно говоря, уже употела, потому что в квартире очень тепло, а я, мало того, что еще тепло одета, я еще тут, как бы, это, модель, которая движется. Очень красивый цвет. Я связала это дело сама. Вот такой вот шарф. Красивый. У меня, кстати, есть шапка, но я ее сейчас одевать не буду, с кистями. Но это на очень теплую. Можно сказать, вообще, минус 30 мороз. Конечно, может, не с этой курткой. У меня есть там потеплее, в общем-то, вещи. И вот в таком шарфике и пошел, как говорится, прогуляться в тот же парк. Хоп! Вы посмотрите, здесь шарф навязывается вот так очень мощно. Потому что тоже, вот, я уж не знаю, девочки, там, в каких регионах, какая у вас погода, но Москва, в принципе, ну, минус 4, минус 5. Если нет ветра какого-то, дождя, то, в принципе, люди ходят вот так, навязывают такие толстые шарфы. В них очень тепло, уютно, спать можно даже. И вот такой образ. И вперед из песней. Очень тепло. Мне сейчас вообще жарко, капец. Вот тоже из моих любимых, которые, в принципе, может быть, не дают тепло, но это уже вот в виде такого платка. Тоже ткань очень тонкая, но тоже повторяет ту же пыльность, скажем так, да, и тот же оттенок, как вот этот вот мой предыдущий шарф. Ну, вот такой я очень обожаю. Он, в принципе, ну, дает красоту, немножко тепла, но тоже смотрится неплохо. Я его навязываю немножко некой такой вот бородой, можно сказать. И, в принципе, он тоже играет свою роль. Вот так вот. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ну и под конец, вот видите, тут же шарфик, который я связала сама, очень приятные такие, знаете, пряжа мягкая, он очень длинный, вот я так затянула, и его вокруг шеи не тепло, понимаете, в этом коконе, плюс, посмотрите, какой капюшон, он закрыл, в принципе, почти всю голову, и можно ходить без шапки, если уж на то пошло, ну это совсем зимний вариант, если вдруг мне стало холодно, я вот сейчас одену капюшон, я ничего слышать не буду, вдруг стало холодно, то, в принципе, можно натянуть и капюшон, и шарф, в принципе, будут тут как раз очень уместно, вот он у меня такой с большими кистями, причем можно навернуть, знаете, в такой вот хаосной, в хаосном таком состоянии, это будет тоже красиво, так что я вам скажу, что палантины, шарфы, это отличный аксессуар, который украшает, вот видите, любую одежду, так что, девчонки, будьте красивы, это можно делать вот такими вот аксессуарами, именно аксессуары придают одежде и вашему образу модный вид, пока, будем ждать зимы!